Приветствую, друзья! Сегодня у нас традиционная рубрика ответов на ваши вопросы. Итак, пять вопросов, показавшихся мне самыми интересными, сложными или злободневными. Поехали! Михаил Борисович, почему в Белоруссии было так много протестов и все осталось без изменения? В Киргизии за пару часов сменилась власть. Ситуация в Киргизии сильно отличается от того, что мы видим в Белоруссии. Политика в Киргизии гораздо более конкурентна, чем в Белоруссии. И, кстати, чем у нас тоже. За постсоветское время там сменилось пять президентов. Нынешний руководит страной с конца 2017 года. Ну, сравните это с Лукашенко, который во главе Белоруссии с 1994-го. Или с Путиным, который правит с 1999-го. Что произошло в Киргизии? По итогам выборов политические партии, представляющие север страны, не попали в парламент. И, посчитав выборы с фальсифицированными, они потребовали отмены их результатов и отставки правительства и Центральной избирательной комиссии. До этого, по результатам этих самых отмененных выборов, победу одержали партия брата президента и партия бывшего коррумпированного таможенника. Для части общества это тоже не выглядело справедливым, поэтому люди поддержали требования проигравших партий. Недовольным выборами удалось захватить несколько зданий органов власти, освободить заключенных, среди которых оказался и бывший президент Атамбаев. Это вот те заключенные, которых протестующие считали политическими. Также протестующие добились отставки ЦИК и главы правительства. Но через пару дней президент сумел мобилизовать силовиков и во многом подавил попытку смены власти, снова арестовав бывшего президента Атамбаева. В Киргизии есть реальная борьба за власть между несколькими политическими группами. В белорусских реалиях борьба между провластными политическими группами идет только за близость к Лукашенко. Всех, кто мог претендовать на власть, Лукашенко за 26 лет правления уже зачистил. Конечно, все общество, подавляющее большинство граждан, до смерти устало от Лукашенко, от той самой политики, которую он проводит, от его колхозного стиля, от репрессий. Но за 26 лет он здорово окопался. Политические противники уничтожены, оппозиция задавлена, элиты мобилизованы, силовики вооружены и подготовлены, а сам Лукашенко обещает уйти только мертвым. И он не шутит. В такой ситуации мирный протест, как мы видим, не очень эффективен. Но почему должен уйти Лукашенко? От стыда? От чувства неловкости? У него их нет. От страха? А он не видит таких уж угроз от мирного протеста. К сожалению, мы видим, что в постсоветских электоральных автократиях власть меняется либо в результате силы, либо в результате угрозы ее применения. Вот захватили здание парламента и администрации президента, освободили политзеков, чего-то добились. Не стали этого делать? Ну вот хотя у вас и было 200 тысяч. Значит, не получилось. Может, создали предпосылки. Может, завтра получится, если продолжите борьбу. Не спорю. Но сегодня, или точнее вчера, не получилось. Киргизия сильно отличается от Белоруссии. Разные исходные ситуации, разные движущие силы, разные методы, разные результаты. Но их роднит одно обстоятельство. И там, и там все произошло. На волне участия людей в выборах. Поэтому моя последовательная позиция. Россияне не должны пропускать ни одного федерального голосования. У меня вопрос. Если поднять зарплаты бюджетникам и пенсии пенсионерам, незамедлительно вырастут и цены. Как следствие, инфляция. То есть, что смысла никакого? Или есть регулирующие механизмы? Если да, то какие? Вот это не совсем так, что если поднять пенсии и зарплаты, немедленно поднимутся цены. Повышение зарплаты не означает автоматического роста цен. Во-первых, важен сам источник повышения. Если вы завтра напечатаете вдвое больше денег, чем есть в обращении, и просто раздадите всем желающим, то, конечно, в нашей ситуации всплеска инфляции не избежать. Но мы же не говорим о деньгах из воздуха. Мы говорим о некотором перераспределении внутри существующих расходов бюджета. И главное, об ускорении экономического роста, который даст дополнительные доходы бюджета и дополнительное производство продукции. В этой ситуации я не вижу никакой опасности. Второе. У нас все-таки не административно-командная экономика времен Советского Союза. Современная экономика более гибкая, а предложение гораздо более эластичное и способно подстроиться под увеличение спроса. Грубо говоря, если в советской экономике у людей на руках появлялись лишние деньги, то предложение за ними не поспевало. Появлялся дефицит, теневой рынок, цены росли. Если ваша промышленность способна производить только 100 холодильников, а купить за рубежом, ну, просто нет валюты, а у людей появились деньги на 120 холодильников, то 100 будут стоить как 120. Но современная экономика способна удовлетворить повышенный спрос. Поэтому она просто произведет дополнительные 20 холодильников. А вот эти 20 дополнительных холодильников, они будут означать дополнительные рабочие места, дополнительные зарплаты, дополнительные налоги, дополнительный рост экономики. В худшем случае, если, ну, так получается, ну, не умеем мы производить холодильники, мы их просто докупим за рубежом, а поставим туда то, что сумеем произвести. Высокие доходы населения – это не угроза инфляции, а источник экономического роста. Стране выгодно, чтобы граждане богатели, ну, имеется в виду не только те граждане, которые на господрядах и в госкомпаниях и осваивают там государственные миллиарды, а общество в целом. Сила Америки и Китая не в оружии и не в армии. Америка и Китай – это два самых емких в мире рынка. Китай за счет количества народа, а Америка за счет высокой покупательской способности населения. Очевидно, что Россия не может за короткое время увеличить население, по крайней мере, в пять раз. Нам бы то, что есть, не растерять. Программы по улучшению демографии у нас принимаются, но вот численность людей падает. Но поднять благосостояние людей – задача гораздо более решаемая. И главное, это не просто реалистично, это выгодно. Это выгодно не только нам, как людям. Это выгодно стране, государству, всем, чтобы граждане были богаче. Почему это не происходит сейчас, если это так выгодно? Для того, чтобы граждане богатели, нужно сделать, по крайней мере, две вещи. Одну Путин сделать не может, а вторую – не умеет. Первое – это ограничить воровство своих друзей, которые просто высасывают ресурсы из страны. Этого он не может. А вторая вещь – это добиться экономического роста. Этого он, как оказалось, делать без скачка цен на нефть просто не умеет. Поэтому для 99% граждан единственная надежда на улучшение личного благосостояния – это смена власти. А оставшийся процент – это друзья Путина, обслуживающие их силовики и узкий круг чиновников. Ну так у них и так все хорошо. Подскажите, считаете ли вы возможным наличие множества партий у нас в стране? Является ли это хорошим вариантом или наличие двух равных противоборствующих партий будет лучше? Примерно как в Штатах. На мой взгляд, партийная система по всему миру переживает достаточно серьезный кризис. У партий становится все меньше и меньше отличий друг от друга. Во всяком случае, по принципиальным вопросам. Правые, например, считают, что подоходный налог должен быть, условно говоря, 33% и больше зарплаты. А левые, что подоходный налог должен быть 35% и больше социальные пособия. Ну, это же не настолько принципиально. Или одни считают, что платить пособие по безработице нужно 5 месяцев, но больше, а другие, что 6 месяцев, но в результате получится меньше. По основным вопросам избирателю тяжело найти понятные отличия в программах партии. Большинство голосует за ту или иную партию по инерции, просто по привычке. А сами партии становятся все более и более центристскими. Такого вот, чтобы одна партия была за восстановление абсолютной монархии, а другая, например, за победу коммунизма. Вот такого уже нет. Но партийная система существует давно. Несмотря на ее явный кризис, в странах с долгой демократической традицией от партийной системы пока отказываться никто не собирается. Вот, кстати, этой ситуацией кризиса прекрасно пользуются электоральные популисты, вроде Трампа. Если партии начинают быть похожи по основным вопросам до степени смешения, то люди голосуют за личности. И громкие, и яркие персонажи, похоже, специально несут откровенную ахинею, чтобы выделяться на этом фоне. В России партийной традиции нет. Более того, за последние 20 лет партийная система совсем дискредитировалась. Ну, взять парламентские партии. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Чем они отличаются друг от друга? Все они за все хорошее против всего плохого. Все за сильное государство, за сильную армию, за порядок, за заботу о пенсионерах и детях. Даже Путина они любят и то совсем одинаково. И хотя, вроде бы, они должны представлять весь политический спектр, но на самом деле разницы в них вообще никакой нет. В этой ситуации, на мой взгляд, основу парламентского представительства в России должны взять на себя не партии, а региональные представители. И жители, например, Челябинской области будут голосовать не за коммуниста или либерала, а за человека, который идет в парламент, чтобы, кроме всего прочего, решать экологические проблемы региона. А жители Мордовии за того, кто будет наряду с федеральными вопросами бороться за создание новых рабочих мест. А москвичи за тех, кто ограничит точечную застройку или перекладку плитки. А парламент должен быть местом, где отстаиваются интересы не партий, а различных регионов, где эти регионы находят между собой консенсус, как им вместе развивать страну. Как им вместе достигать благополучия для каждого из этих регионов. Россия очень большая. И региональная специфика у нас имеет огромное значение. Большое, чем идеологическое. Ну, посмотрите на Хабаровск. Люди бьются за фургала, потому что он свой, местный. А не потому, что он из ЛДПР. Так что, отвечая на ваш вопрос, нам нужен не парламент партий, а парламент регионов. Хотя и у партий, конечно, там будет свое важное место. Допустим, вам снова 25. Вы живете в 2020. Вы не можете поехать за границу и должны работать в России. Какую сферу для работы вы выберете? И какие в ней перспективы сегодня? Насколько эти перспективы отличны от 90-х? IT или индустрия развлечений? Я бы сказал еще биотех. Но эта отрасль, как и многие другие, слишком зависит от государства. А я не хочу тратить свою жизнь на продление жизни кремлевских старцев. Мне нравятся такие отрасли, где можно работать на людей вне государства. А люди уже, на самом деле, в значительной части перешли в онлайн. Мы заказываем еду онлайн, одежду, такси, билеты. Мы проводим совещания и вечеринки в Зуме. Мы вспоминаем о днях рождения друзей по напоминалкам в соцсетях. Эта тенденция будет продолжаться. Хотим мы этого или нет. Соответственно, изобретение, разработка, создание новых интернет-сервисов, приложений, форматов будет востребовано, будет перспективно. Ну, к тому же, это просто интересно. Дальше. У человечества появляется больше свободного времени. А значит, повышается значение индустрии развлечений. Фильмы, сериалы, онлайн-игры. Перед этой сферой открываются безграничные возможности. Игроков на этом рынке много. Но возможностей-то еще больше. Мы все, так или иначе, за последние полгода провели очень много времени дома. И каждый из нас наверняка задавался вопросом, что бы мне еще сегодня такого посмотреть интересного? Ну, или во что бы поиграть? Контента-то не хватает. Вроде бы много стриминговых компаний, много производителей игр и сериалов, но стоящих вещей не так уж много. При этом современные технологии позволяют реализовывать практически любые идеи. А будут позволять еще больше. Так что перспективы тут безграничные. Нас ждут интерактивные продукты, кастомные решения, куча всего, что мы даже вообразить пока не можем. Но есть еще вечные профессии. Врачи. Учителя. Ну, да. В бюджетной сфере унизительно. Я бы не хотел, например, заниматься флисификациями на избирательных участках. Ну, или мухлевать с отчетностью по ковиду, чтобы не потерять свое место. Но ведь не государством единым. Так что, суммиро. Жизнь становится все больше цифровой. Растет потребность развлечения. А жить хочется не только дольше, но и лучше. Поэтому, если бы мне было 25 лет, я бы жил в России в 2020-м, то IT, индустрия развлечений, ну, или пошел бы преподавать. Но сначала политика. Потому что при этой власти ни у IT, ни индустрии развлечений нет никаких перспектив. Да и преподавать сейчас – это отбиваться от девятого вала деградантов. Ну, послушайте, что несут почти академик кремлевских наук Ковальчук. Что такое интерн? Это цифровой гулаг. Или другой друг Путина – Якунин. И да, вы спрашивали, отличается ли это от 90-х. И да, и нет. Тогда было больше надежд. Ну, у нас, у тогдашних 25-летних. Сейчас больше денег. Правда, у государства. Но те, кто пошел тогда войти, не прогадали. А кто увернулся от государства, не прогадали вдвойне. Кем бы вы хотели видеть себя в России будущего? Я хотел бы видеть себя человеком, который до конца дней помогал менять жизнь людей, людей своей страны к лучшему. Я по складу характера – кризисный менеджер. Мне интересно, когда есть вызов, когда есть проблема, когда есть критическая ситуация, когда можно свалиться в пропасть, но можно и перепрыгнуть ее, обогнав осторожных. И на ближайшие 20 лет мои навыки будут востребованы. В начале 2000-х я сказал, что после 45 лет планирую отойти от руководства ЮКСом и заняться только общественными проектами. После окончания своей бизнес-карьеры, которую я наметил на 45 лет, я планирую также по-прежнему жить и работать в России. На это было две причины. Во-первых, мне действительно интересна общественная деятельность. А вторая причина была в том, что к этому моменту я завершил свою миссию в компании. Мы с партнерами приобрели ЮКС в 1996-м. Мы получили компанию с полугодовой невыплатой зарплаты, с долгами бюджета в 3 миллиарда долларов. В то время это были огромные деньги. С падающей добычей, с бандитами, забиравшими нефть без оплаты. Я несколько месяцев провел на буровых, разбираясь в том сегменте этой самой нефтяной компании, в котором разбирался слабее. Я разбирался, как устроена добыча. Я вообще химик по профессии. А лично я встречался с теми рабочими коллективами, которые требовали долги по зарплате. Долги по зарплате, сделанные до нас. Я сам выкидывал бандитов. Я погашал долги перед бюджетом. Я реструктурировал управление. Заставлял внедрять новые технологии добычи. Перестраивал заводы. Постанавливал наши трубопроводы. И все это при цене на нефть в 10, редко 20 долларов за баррель. В 2000-м все поменялось. Долгов не было. Зарплаты платились. Добычу нарастили в несколько раз. Компания ЮКОС стала образцом ведения бизнеса. Вот, собственно говоря, это и есть моя работа. Прийти в кризис, навести порядок и передать нормальным менеджерам. Так у меня было в бизнесе. Так я мог бы помочь своей стране в переходный период. Переходный от нынешней, очевидно, кризисной ситуации к той самой России будущего. Ну, а в России будущего, где все отлажено и правильно работает, я хочу быть просто пенсионером. Спасибо, друзья, вам за вопросы. Присылайте еще. И до новых встреч. Счастливо.